Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Елена. Маэстро-мажор приглашает, и я вас приглашаю к очень интересной теме. Говорят, что каждому периоду, в который мы рождаемся, соответствует то или иное божество из греческого пантеона. Многие вообще про греческих богов не знают никоим образом, поэтому я в некоторых двух словах, трех, расскажу вообще, что это за божество, как оно появилось, что оно означает, как оно на вас влияет. Это все типа занимательной информации, но во всяком случае, в божестве, которое покровительствует мне, я себя узнала точно. И когда мы до него дойдем, я вам точно долажу, скажу, а вот теперь мы говорим обо мне. И вы обо мне узнаете что-нибудь, то, чего раньше не знали. Но ведь такая же информация касается и вас, дорогие мои друзья. Когда вы узнаете, какое божество вам покровительствует, вы узнаете, какие черты характера вы от него приобрели. Итак, у нас разговор достаточно интересный. Первый, кто о себе узнает, очки мы сейчас настроим. Это будет у нас, рожденный с 21.03 по 20.04 включительно, соответственно, вам покровительствует Афина Паллада. Афина Паллада – это дочь Зевса. В греческой мифологии Зевса у нас получается главный бог, которому подпластны молнии, и все остальные боги считают его своим боссом, скажем так. Афина Паллада, по легенде, появилась из головы Зевса, то есть часть его божественна. Поэтому, коль место ее рождения – это голова, то она отличается исключительно мудростью, прозорливостью. Вот, и поэтому, соответственно, люди, которым она покровительствуется, тоже отличаются умом и сообразительностью. Но мы сейчас попробуем расширить эту информацию. Итак, помимо ума и мудрости, которую им дает Афина Паллада, эти люди еще обладают воинственностью. Некоторые не в плане агрессии, а в плане здорового энтузиазма, а также желание доводить дело до конца. Поэтому в данном случае они исключительно талантливы, могут реализоваться практически в любой сфере, в которой только пожелают. У них есть и настойчивость, и желание, и задор этим заниматься. Поэтому считаются достаточно успешными людьми. Но вы родились в этот период, вы мне напишите комментарий, а мы сверим то, что в конце концов говорят, и то, что есть на самом деле. Но я уверена, что это достаточно уверенные в себе, оптимистичные и крепкие люди, которые добиваются своих целей, достаточно легко. Но мы переходим к следующей богине. Это Афродита. А у Римлят это Венера. Это богиня любви. Посмотрим, что она дарит своим детям. Она покровительствует тем, кто родился с 21.04 по 21.05. Что можно сказать об этих людях? Ну, как говорится, дорогие мои друзья, это богиня любви и красоты. Соответственно, как говорится, где родился, там сгодился. То, что вы необыкновенно привлекательные, у вас есть обаяние и очарование, это не обсуждается, но у вас есть. У вас есть шарм, который невероятно влияет на людей. И даже если вы не используете его нарочито и специально, люди к вам тянутся. И по этому плану общения с предположим полом у вас, как говорится, сложностей нет. У вас есть сложности в другом. Невольно имея такое оружие в руках, как привлекательную внешность, вы можете постараться решить за счет нее некоторые моменты мужчины могут стать ходоками по разным постелям. Дамы тоже могут себе много чего позволить. Вот главное сюда не скатиться. Красота ваша – это прекрасное приложение к уму, но не средство добиваться того или иного. И тем более предаваться этому процессу, не имея никаких тормозов. Если вы, слава Богу, прошли эти тонкости своего патрона, то в принципе могу сказать, что вы приятны во всех отношениях, вас любят люди, вас любит предположенный полк, вы знаете толк в любви. Вот это ваше главное достижение, дорогие мои друзья. Ну а деловые ваша богиня не поддерживает, скажем так. Она в основном печется о том, чтобы у вас все было на личном фронте благополучно и с внешностью вашей прекрасной все было замечательно. Ну и этот, извините, тоже дары приличные. Следующий бог, о котором мы поговорим, это бог Аполлон. Это тоже сын Зевса, который прекрасно владеет музыкальными инструментами, поэтому не удивлюсь, если люди рождены в период, о котором мы говорим, а это те, кто родился с 22.05 по 21.06, вот, они все, это покровительство, это Аполлон, поэтому музыкальные инструменты, я думаю, тоже вам не чужды, дорогие мои друзья. Возможно, вы играете или поете, что-то обязательно происходит. Ну а что могу сказать по поводу вашего характера? А характер идет, соответственно, от бога Аполлона. И главная его черта – это непостоянство, невероятная любвеобилие. Аполлон сам был прекрасен собой, поэтому я думаю, что и ваша внешность, вывешивая всяческих похвал, и вы тоже пользуетесь большим вниманием со стороны окружающих. Но назвать вас людьми верными и последовательными в этих вопросах, здесь еще надо хорошо взвесить. Как был ветренен Аполлон, так, возможно, ветренен и вы. Тут слова из песни не выкинешь. Столь значительный казус вашего характера компенсирован тем, что у вас невероятно развита интуиция. Мало того, вы еще разносторонне развитые, и у вас наверняка масса всяких талантов. Часть из них я перечислила, это, возможно, пение и музыка. Возможно, вы рисуете и прочее, но что-то вы невероятно талантливые. И есть у вас еще одно весьма полезное качество. Вы умеете появляться ровно тогда, когда нужно, и там, где нужно. Поэтому в данном случае судьба ваша достаточно успешна. Вот. И считается, что вы тоже весьма пробивные в жизни, и все у вас получается. Где бы вы себя не зарекомендовали, в творческом направлении, где у вас море всяких достоинств, или в деловом, вы везде можете быть великолепны. Поэтому я считаю, что, если вы несколько ветренны, то с этим можно хотя бы смириться, или попробовать это корректировать, да, дорогие мои ополонцы. А так, в основном, этот Бог вас щедро наградил, поэтому я считаю, что родиться в этот период это тоже великое счастье. Ну, а мы можем переходить к следующему Богу. Следующий Бог – это Бог Гермес, или в римской мифологии это Меркурий. Бог коммуникации, Бог торговли, Бог очень пронырливый, умеет выходить сухим из любой ситуации. Поэтому те, кто родился под его патронатом, весьма и весьма на него похожи. Отделись они с 22.06 по 22.07. Вам покровительствует Бог Гермес, как мы уже говорили. Вы невероятно легко договариваетесь со всеми, и вам, конечно, было бы родиться дипломатом, потому что в некотором смысле вы умудряетесь договориться с самыми трудными людьми, с трудными подростками, поэтому вам очень легко работать в какой-нибудь школе для трудных подростков, или это вы всегда найдете то нужное слово и ту нужную струнку, на которой можно сыграть. Вы всегда легко улаживаете конфликты всякого рода, вы создаете мост между непримиримыми сторонами. То есть дипломатия – это ваше второе «я», скажем так. Ну и опять же, у вас очень хорошо подвешен язык, вы достаточно красноречивы, вы умеете удержать аудиторию, то есть когда вы говорите, вас слушают, вас слышат, принимают ваши слова на веру. Это тоже немаловажно, поэтому все профессии, связанные с ораторством, невероятно вам подходят. Ну и торговля, дорогие мои друзья, вы весьма предприимчивы в большинстве своем, поэтому, если все, что я сказала, соответствует, скажите спасибо своему патрону Гермесу, он же Меркурий, который так щедро вас наградил. Вы немножко просто скользкие такие, вот, на ощупь. Вас в ступке не поймаешь, вот, и есть у вас все хитреца, и легкая доля мошенничества. Легкая или нет, зависит от вас, дорогие мои друзья. Но все это, опять же, вам дает ваш крылатый патрон, которого не поймаешь, в руках не схватишь, он везде, он носит вести, поэтому надеюсь, что вы не сплетничаете, что, конечно, было бы совсем печально, потому что у любой медали есть фасад и тыл. О некоторых тылах я рассказала, надеюсь, эта гадость к вам не пристала. Следующий период касается тех, кто родился с 23.07 по 23.08. Вам покровительствует Зевс. Вам, дорогие мои друзья, повезло. Это главный бог, бог главный над всеми небожителями, поэтому в данном случае неудивительно, что ваши амбиции тоже весьма зашкаливают. Вы родили для того, чтобы быть лидером, заводилой и боссом. В данном случае, напоминаю, что у медали есть две стороны. В лучшем своем проявлении вы очень справедливы, решительны, вы всегда берете ответственность на себя, вы ее не боитесь. Вы всегда присмотрите, чтобы более слабые, обездоленные, не обогретые всегда были под вашим патронатом, и всегда ваши сотрудники счастливы от того, что у них такое начальство. Если же эта медалька повернулась обратной стороной, вы весьма самодуристы, вы всегда настаиваете на своем слове и деспотичны, правы вы или нет, но об этом мы говорить не будем, не будем портить всеобщую картину. Итак, это человек амбициозный, уверенный в себе, рожденный для того, чтобы возглавлять движение, что он успешно делает. В силу таких черт своего характера, как правило, любое дело ему по силам, потому что он заведомо уверен в том, что у него все получится, а значит, уже 90% работы проделано, все остальные 10% он не боится проделать. Как правило, чем попало, недовольствуется, видит себя только на руководящих должностях, до которых добирается. Поэтому, дорогие мои друзья, это тоже неплохо. Вы сильны, Вы могучи, поэтому я думаю, что если это используется с умом, то рядом с Вами все счастливы и в семье, и на работе. Так что честь Вам и хвала. А мы переходим к следующему. У нас ждет богиня Диметра и те, кто родился с 24.08 по 23.09. Что можно сказать о Вас, дорогие мои друзья? Но Диметра, это богиня, была плодородия. Она олицетворяет женское начало в человеческой сущности. Поэтому те, кто родился под ее патронатом, люди очень человеколюбивые, нежные, а в деловых качествах тоже не обделены. Они очень ответственные, они пунктуальные, им можно доверить любое дело и быть спокойным, они его обязательно сделают без всяких понуканий и прочее. Прекраснейшие исполнители, прекраснейшие душевные люди, люди, которые что-то умеют делать собственными руками, им не чуждо сельское хозяйство, они, возможно, любят дачу, они любят выращивать цветы и прочее, поскольку Диметра, это ведь богиня земли, соответственно, этому люди этого периода землю тоже любят и считают ее собственной стихией. Это абсолютно правильно. Так что, если вы любите покопаться на даче, это вы делаете интуитивно, совершенно правильно для себя. Земля вас лечит, Земля вас поддержит, Земля вам дает те силы, которые необходимы. Все-таки вспомните, что Диметра, напоминаю, это богиня плодородия и земледелия в том числе. В догонку могу сказать, что на этих людей всегда можно положиться и никогда не отказывают в помощи, поэтому в данном случае, как люди, они прекрасны. Ну и шефы, и начальники их часто замечают, повышают им зарплату по возможности, потому что такие работники ответственные, которых не надо пасти, которые выполняют все безупречно, они на хорошем счету в любой организации. Поэтому, дорогие мои друзья, более мне добавить к этому нечего. А мы переходим к следующему богу, это бог Гефест, и это касается тех, кто родился 24.09 по 23.10. Ну что ж, сейчас попробуем поговорить о вас. Гефест. Гефест у нас бог огня, кузнец, соответственно, вот, ему в жены досталась самая красивая богиня на Олимпе, вот, это наша Венера, поэтому, дорогие мои друзья, поговорим об этих людях, что это такое. Люди, которым покровительствует Гефест, рассчитывают всегда только на свои силы, им не нужен поводырь, они не надеются в своих планах ни на кого, кроме на себя и на собственные способности. Поэтому, дорогие мои друзья, и виноватых у них вокруг не так, чтобы и много. Их достижения, это их достижения, а их недостижения, соответственно, тоже их. На этом дело и замкнулось. Они достаточно доброжелательны к окружающим, в принципе, ничего не могу сказать, очень добросовестны, поэтому в данном случае это тоже прекрасные качества. Единственное, что у них есть одна маленькая слабинка, которая им частенько портит все. У них бывает неуравновешенный характер, когда, будучи доброжелательным, вдруг они меняются на глазах буквально, ну, огонь есть огонь, и превращаются в достаточно склочных и агрессивных людей. Вот если они научатся контролировать свои эти всплески эмоциональные, то будут гораздо счастливее не только они, но и те, кто с ними рядом живет. Поэтому в данном случае вот эта гневливость, которая в них проявляется, это их великая слабость. И если они на работе еще умеют ее контролировать, поскольку там бывает не всем покажешь свой норов, то дома они могут распоясаться. Итак, если вам покровительствует гефест, у вас всего многое в избытке, вы очень продуктивный и пробивной человек, но все портит, дорогие мои друзья, ваша излишняя вспыльчивость. Вот если вы ее укоротите, вы будете просто идеальны. Следующий бог, о котором мы поговорим, это бог Арис или Марс, как мы его еще знаем, бог войны. Соответственно, очень своеобразный патрон для людей, которые родились в период, который у нас соответствует. 24-10 и заканчивается 22-11. Если вы себя узнали в этом периоде, вам кое-что я расскажу. Вы живете на грани какого-то, ну не знаю, подрыва, гулять так гулять, стрелять так стрелять, но вы поняли, у вас все вот так вот пафосно, мощно, у вас нету полумир. А самое главное, где это проявляется. Если вы что-то для себя решили, вас остановить практически невозможно. То, чего вы хотите достичь, вы готовы достичь любыми способами. Если все приличные способы закончились, то вы можете пуститься на те вещи, которые, собственно, делать не принято, не нужно, но вам настолько нужно завершить дело до конца, а это ваша главная цель, что методы вас уже несколько не смущают. вот этот вот нюанс, надеюсь, вы понимаете, о чем я сейчас говорю, надо в себе искоренять, дорогие мои друзья. Похвально то, что вы начатое дело всегда доводите до конца, это даже не обсуждается, чего бы вам не стоило. Если это надо начать утром и закончить два часа ночи, вы будете работать без устали и упадете там в борозду, но все равно дело закончите и только тогда успокойтесь. но это касается домашних дел, а если вам что-то нужно в деловом смысле, помните, что иногда вас заносят. Это вам предупреждение, потому что за все придется платить, дорогие мои друзья. Не так важно выполненное дело, как то лицо, которое вы в этот момент имеете. Деталью вдаваться не буду, но вы человек широкий, вам неинтересны полумеры, вы во всем должны получить стопроцентный эффект. Из-за этого вы, конечно, очень быстро изнашиваетесь, потому что вы себя не щадите. Вам важно начать и закончить. Цена вопроса вас интересует мало. Ну, а то, что потом страдает ваше здоровье, это уже, так сказать, приложение к этому вопросу. Но на той Бог, который вами руководит, Марс атака, главная атака, а все остальное это чепуха. Так считает Марс и в конце концов считаете вы, потому что родились в этот период. Следующий, кто родился в период с 23 11 по 21 12 вам покровительствует Артемида. Артемида это богиня-охотница, богиня, которая на всю жизнь осталась девственницей, не считая возможным поделиться этим своим достоянием с каким-либо мужчиной. она их не приемлила, надеюсь, вас, дорогие мои друзья, эта натура богини не обделила на личную жизнь, потому что, к сожалению, это есть такой момент, люди, рожденные в этот период, по каким-то причинам личным не находят в себе пару, ну, потому что многое себе запрещает или слишком высоко задирает планку к своим партнерам. Если же мы перейдем, например, к деловым качествам, то вы человек, который называется бессеребренник, вы готовы помогать людям без всякой мзды и ответных шагов с их стороны. Это, кстати, тоже неплохо, в некотором смысле денег это вам не добавляет, но вы человек добрый, правда, иногда вами пользуются дополнительно из-за того, что вы так готовы пойти навстречу. Вы добры и честные, прекрасные исполнители, поэтому в деловой части у вас все относительно хорошо. Вы простой, добротный, крепкий, прекрасный человек. Единственное, напоминаю, может произойти сбивка у вас именно по поводу личной жизни. Либо она будет не очень счастливой, либо она вообще не сложится по разным обстоятельствам. Ну что ж, Артемиде заодно можно сказать спасибо, если уже она вас сделала действительно крепким, стоящим на ногах человеком, честным, уверенным, способным, добросердечным, готовым протянуть руку помощи, это уже ей великое спасибо. Ну, а за личное надеюсь, что вам повезло. Что ж тут скажешь, а мы плавно переходим к богине Гестия, под влиянием которой родилась и я, и те, кто родился со мной в один период. Итак, те, кто родился с 22-го, 12-го по 20-е, 0-1-е, нам покровительствует Гестия, и нам осталось только разобраться, что же она нам преподарила. Начнем с того, дорогие мои друзья, если вы не в курсе, то Гестия это хранительница неугасимого огня, поэтому цель этих людей сплачивать между собой людей. Ну, вот видите, как неожиданно я вдруг подумала, что то, что мы с вами познакомились вот так через канал и нас уже так много, то в некотором смысле я действую как раз так, как мне и наказывала моя богиня. Мы объединяемся и сплачиваемся, у нас есть общие интересы, общие темы в беседе, вот, у нас свой клуб по интересам, поэтому в данном случае я как-никак просто попала в яблочко. Хотелось бы нашей богине большего в помощи, так сказать, в наших делах, но тем не менее она рекомендует превращать в золото все, даже мусор, то есть усердно трудиться по тому, чтобы вокруг нас было благосостояние, никаких даров свыше, никаких супер, каких-то золотых парашютов нам не выдается, нам дается супертерпение, которое нас выручает в те моменты, когда нам оно необходимо. Никто из гистийцев не мечтает о том, чтобы получить все и сразу, они здраво смотрят на вещи, они готовы терпеть и усердно трудиться. И терпение возрастает по мере того, как более глобальной становится проблема. Поэтому получается так, чем сильнее нам приходится ожидать операции по реализации своих планов, тем здоровее мы становимся. Поэтому это, как говорится, бегуны на длинную дистанцию. Что спасибо, я в себе это узнала. В принципе, действительно, слава Богу, что мне не хочется скоропостижно охватить весь мир, а то и так могут и руки разорваться, и штаны треснуть. Я всегда действую поступательно и планомерно. Надеюсь, все, кто родился в этот период, сейчас со мной, конечно, солидарны. Для того, чтобы нам было легче пробиваться, нам дана аккуратность в делах и большая целеустремленность. Если цель взята, сбить невозможно. Ни жалко, ни времени, ничего. Находится время среди ночи. Если консервируется, то это с утра до вечера. То есть, вы меня прекрасно понимаете. Если за что-то взялся, так с размахом и так, чтобы всерьез. Если яблоки, носок, то это 10 мешков в один день и так далее. Это, конечно, перебор и сильно забирает силы у человека. Но, тем не менее, для нас это вполне реально и возможно. Слава Богу. Я еще могу сказать, что один великий дар, не могу похвалиться, что он у меня есть в полной мере, но кому-то, я думаю, точно повезло. Гествие дарит еще помимо того, что было перечислено ясновидение. То есть, предчувствие событий и иногда даже прочтение мыслей. Это я вот, собственно, на себе заметила. Иногда смотрю на человека, отвечая ему, он мне еще ничего не успел сказать. Само собой, как-то в голове рождается. Поэтому, в данном случае, дорогие мои друзья, это тоже неплохой дар. Лишь бы эти все дары не касались каких-то плохой информации. Я всегда расстраиваюсь, когда дурная информация идет. Всем желаю счастья, здоровья, успехов. И когда вот читаешь о какой-то несчастной судьбе или там человек с тобой общается, рассказывает, конечно, сильно, очень близко к сердцу пропускаю. Нет у меня этой брони. У меня уже и на практике ходило специальное, что, берите себя как кокон в яйцо, ничего у меня не получается. Слишком близко пропускаю все проблемы через себя. Думаю, что и вы такие же, как я, дорогие мои друзья. Но если я уже рассказывала о своем периоде, то на себе примеры легче приводить. Поэтому, надеюсь, вы кое-что узнали о себе дополнительно. А мы плавно переходим к следующему боку. Это у нас богиня Гера. И те, которые делились с 21.01 по 19.02 это богиня ваша. Сейчас поговорим о ней. Если вы хотя бы минимально знакомы с мифами древней Греции, то знаете, что Гера это жена Зевса. То есть, если уж разобраться, Зевс это был царь, верховный бог. Она, соответственно, главная над всеми по праву жены. Ну и поскольку она у нас царица, то надо сказать, что тот, кто родился в этот период, никогда не может быть назван Серой Мышевой. Эти люди никогда не затеряются в толпе, потому что царственность из них так и прет. Хотят они того или нет. Они величественные, они уверены в себе. Действительно, царственные повадки. Их видно, они не похожи на других, у них есть харизма, свою, какой-то такой, своя индивидуальность, которая их явно выделяет из общей массы. Кирицы очень независимы, смелые, никогда не делают как все. Все время придумывают что-нибудь такое необычное, чтобы этого никто не делал, а делали только они. Они всегда везде подчеркивают собственную индивидуальность, не любят идти протаренными путями и смешиваться с толпой. Но это, дорогие мои друзья, особенности их богини, которая сама всем подчеркивала всегда, что она особая, индивидуальная, единственная и все должны это знать, помнить и не забывать. Точно так же ведут и эти люди. Они всегда стараются делать только то, что они хотят, всегда настаивают на том, что их слово последнее и их дело самое на первейшее всегда отталкиваются прежде всего от собственных интересов и используют для этого все возможные методы, которые можно использовать от приятной невероятной улыбки, до настойчивого нажима на человека, от которого зависит их судьба. Поэтому, дорогие мои друзья, очень яркие, харизматичные, но достаточно эгоистичные люди, которые считают, что мир это прежде всего они, а потом уже все остальные. Итак, вы поняли, дорогие мои друзья, что они всегда добиваются цели и всегда поступают только по-своему. Заставить их прислушаться к чему-то мнению или сделать, как все, категорически не получается. И у нас остался последний бог, он же Посейдон или Нептун, как мы его еще знаем, который покровительствует тем, кто родился с 20.02 по 20.03. Вот сейчас поговорим об этих повелителях морей и кое-что о них интересное узнаем. Ну что ж, могу сказать, нептунианцы совершенно непредсказуемые. Они сами не знают, что они могут сделать в следующий момент. Именно они могут в разгар своей карьеры, которая невероятно успешна и перспективна вдруг бросит все, уволиться с работы и улететь в какие-то новые дали, куда их позвала их, собственно говоря, какая-то там мечта или кто-то пригласил. Люди достаточно непредсказуемые, а их непредсказуемость, добро бы она оказалась только карьеры, она может проявляться практически в любой сфере их жизни. Поэтому сказать, что она у них ровная, безупречная или с ними исключительно хорошо жить, это, конечно, слишком покривить душой. Когда ты не знаешь, что этот человек может сделать, то тут, как говорится, всегда живешь как на пороховой бочке. Из достоинств могу сказать, что они необыкновенно чувствительные, открытые в личном плане, что частенько правда тоже их заводят в неприятности, поскольку чувствительность, а также чувственность, они ищут каких-то необыкновенных чувств, которых иногда нет в природе. От этого горюют, что их любят недостаточно, и к ним относятся не так трепетно, очень часто влюбляются, очень сильно это переживают глубоко. У них очень вот такая эмоциональная, яркая и очень стабильная ситуация в душе. Им достаточно трудно, они много переживают, очень думают, ну как вода, понимаете, волна то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Им достаточно сложно с ними самими, вот представьте себе. Поэтому я бы не сказала, что Нептун уж сильно, дорогие мои друзья, вас одарил. Единственное, в чем у вас действительно преимущество перед всеми другими, у вас фантастическая интуиция. В сложной ситуации я вам очень посоветую безоговорочно слушать свой внутренний голос. Он всегда знает, что нужно делать. Вот за этот дар я бы отдала очень дорого. Хотя я своей интуицией весьма довольна, но у вас она практически выше всяких похвал. А со своей непредсказуемостью надо бороться, дорогие мои друзья. Если вы точно знаете, что то теплое местечко, которое вас понесло вдруг покинуть, ничем не сдобрено, и то, куда вы идете настолько неизведанно, что вам пока не о чем даже себе сказать, то может надо повоздержаться. Спонтанности в вашей жизни должно поубавиться, потому что вы так и нигде не нагрейте своего места, если будете страдать потом, почему я оттуда ушел, почему я это сделал, почему это. Вы люди настроений и эмоций. Их немножечко надо держать под контролем. Если вы это научитесь делать, и хотя бы попытайтесь на шаг вперед просчитывать ситуацию до того, как вы сделаете, у вас все будет исключительно и выше всяких похвал. Но про интуицию свою не забывайте. Я думаю, что она частенько вам кричит в ухо, чтобы вы чего-то не делали. Вот теперь вы научитесь ее слушать. Ну что ж, вы прошлись по всем нашим богам, которые нам покровительствуют, которые нас нежно любят, наделяют своими чертами. Хорошие они или плохие, это уж не нам судить. Главное правильно использовать наши плюсы и минусы для того, чтобы стать счастливей. С вами была Елена. Редактор субтитров Корректор А.Егорова